Под звуки вальса по залу кружатся дамы в красивых нарядах и галантные кавалеры. Окунуться в пушкинскую эпоху помог литературный бал, который прошел в центре музея Гончарова. Главные действующие лица – ученики старших классов Мариинской гимназии. Бал проходит с 2015 года. Год литературы это был. И тогда по инициативе музея мы проводили проект с несколькими школами города. Назывался он Иван Александрович Гончаров и «Лики эпохи. Золотой век русской литературы». В течение года мы показывали отношения Гончарова с писателями-современниками. И вот это прекрасное действие завершалось рождественским литературным балом. Литературный бал – это не только зрелище, но и содержание. В этом году в преддверии юбилея Александра Сергеевича Пушкина на балу было реконструировано пребывание поэта в Симбирске, который посетил дом губернатора Загряжского и танцевал с барышнями. Заодно гости познакомились с модой 19 века. Изначально, когда Гончаров обращается к литературному творчеству, он пытается подражать Александру Сергеевичу, пишет стихотворение. Но потом он осознает, что писать так же, как Александр Сергеевич, все-таки Гончаров не может. Он погружается в прозу. Вот Пушкин действительно был для Гончарова, если говорить современным языком, кумиром. Гончаров знал Пушкина буквально наизусть. Он цитировал его стихотворение во многих своих письмах. На литературном балу прозвучали строки из поэмы Пушкина Евгения Онегин. Также гости узнали, как Александр Сергеевич приезжал в Симбирск в 1833 году и работал над своей капитанской дочкой. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.